Ребята, всем здравствуйте! Сегодня у нас 18 июня. Приехал я сегодня на пруд. Задача у меня очень простая, наловить рыбу на копчение на день рождения супруги. В общем, походил я тут уже, наверное, на лодочке часа два с половиной, искал с эхолотом рыбу. Не совсем просто искать, то есть вроде как бы находишь перспективные места, кидаешь, кидаешь, нет, нифига нету. Останавливался во многих разных точках, но наконец-то удалось что-то найти. Стоит окунь, вроде как стайный. Не знаю, крупный, не крупный, но одного взял, такого грамм 120, наверное. Сейчас буду дальше кидать. Ловить буду сегодня, наверное, на микроджиг, хотя и с обычным джигом комплект у меня собран и лежит на готове. В общем, посмотрим, какая получится рыбалка. Сам пока ничего не знаю, все увидите. Ловить начал вот на такого маленького виброхвостика. На джиг-головке примерно полтора грамма. Лесочка-плетенка 206 или 204, я сейчас уже не помню, прошлогодняя. Будем пробовать. Клюет как на ступенчатую проводку, так и на равномерную. Равномерную, причем вдоль дна. Заметил, кстати, что на равномерку почему-то иногда это покрупнее клюет. Опа. 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 Что-то нормальный. Он сопротивляется как. Опа. Пойдет. Таких можно брать. Ну, кстати, смотрите, сколько соплей. Тут, видимо, лещ гуляет. Точно. Сопли. Сопли лещовые. О, у него что-то изо рта. Полупереваренная еда. Сыпется. Круто. Может, тут щука есть где-нибудь рядом. Он будет большой джип покинуть. О! Сразу же. Жор какой-то. Но это мелкий. Это мелкий. Но берет жадно. Бульк. Ага. Боет не так уж часто. Так что можно сказать, что повезло. Ого. Это уже рыба. Фига. Ого. Нифига. Нифига. Та-та-да. О, это уже наш клиент. себе вот смотрите у муку не сожрал вот жмот красавчик такой класс таких и рыбок нравится ловить фартовый подсак опять сработал мне короче спалили пловут ко мне лодочки я не успел поставить копыта натурального цвета это виброхвост такой уже классический мне кажется стал сразу на юг и сразу ноги мой размер небольшой сожрал маловат сожрал но маловат поменяли немножко место а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 Угу. Продолжение следует. 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 Вот он, видите, какой остренький такой. Вот так вот кусает щука. Она когда кусает, остается острый этот острый кончик плетенки. Вот бестят, а. Их придется опять ставить маленького виброхвостика на самодельном поводке. Ну, поводки у меня остались уже только такие прям совсем короткие. Где-то по 13 сантиметров. То есть по 15 сантиметров, по 17 сантиметров уже поводков у меня не осталось. Сегодня я их всех оборвал на рыбе. Опять с рыбалкой вынулась. Надо, кстати, лесочку все-таки, наверное, на этот спиннинг поставить чуть-чуть потолще. Не 0,04, а где-нибудь такой, знаете, 0,0. 6, 0,07, 0,08. Вот это. Щуки едеваются над нами сегодня. Вот такие вот виброхвостики руль отсюда. Давно у меня уже эта пачка. 50 миллиметров приманка. Вот, 10 сантиметров поводок. Маловато. Будем знать, что надо минимум 15-ку. Тогда нормально. Ну все, сейчас вся рыба наша боится. Похоже, точка немножко устала. Надо сместиться. Попробую к берегу туда сходить. Там заприметил. Окуни гоняли. Вот, но не успел заснять. Сейчас попробую туда с эхолотом подъехать. Хотя бы посмотреть, что там вообще происходит. В том плане, что какое там дно. Что там вообще. Есть какие-то привязки или нет. По рельефу я имею ввиду. Ну и, наверное, пару разиков закину все-таки. Вот здесь окунек выходил сейчас. Попробую постоять тихонечко, подождать. Может опять выйдет. Вон он, с самого берега там. Да, вахолот, кстати, видно. Рыбки крепнее у берега. Сейчас немножко подуспокоится. И прокинем. Ну что, попробуем. Может, опять повезет. Вот он. Ну падение сразу воткнул. Ну, вроде ничего. Отмек. Я, кстати, заметил такую штуку. На моторе обычно вот так вот подъедешь к месту, где есть окуни. Вот. Поначалу клюют мелкие. Потом, вроде как, все успокаивается. Звука мотора больше нету. Так, минут 7-10. Вот. И уже начинает не допроклевываться покрупнее рыбки. Вот. Не знаю, есть ли в этом какая-то система. Возможно, это все фигня надуманная. Но, что-то такое я приметил. Поэтому. О, под самой лодкой. Шпингалет какой. Поэтому, может быть, в этом что-нибудь есть. Может быть, это можно взять на вооружение. Ну, мужики, кстати, были вообще в шоке. Я сначала лаконька поймал, такого грамма на 200, наверное. Перед этим поймал лакуней некрупных, штук 10, наверное. Просто один за одним, один за одним. Вот. А потом, окунька покрупнее. И потом еще до кучи. И это клюнуло, мадам. Они вообще там, что, зубастая клюнула? Я говорю, но... Вот. Она там еще свечки давай делает. Да, мужикам в такой ситуации не позавидуешь. Я бы сам тут офигел бы, если бы рядом со мной кто-то так хорошо лоил. Вот. 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 А, ну, это клюнуло. Окей. Вот. Вот. Ну, по-клюнуло. Покрупнее. Покруп, по-клюнуло. Ну, а что? Ну, а что? Ну, а что? наш клиент берем сегодня сейчас я вам покажу новый способ сушки носков никогда такого не видели берешь короче носок так у тебя раз как едешь до лодки поздно лодки машин уже лучших нет для как раз бугорок Рыба, море, накидами, тьма тьма, тьма тьма, щука большая. Вот один попал, небольшой, небольшой, зимний. Вот сейчас такая погода и такая окружающая картина, когда я могу сказать, что это место можно назвать одним из тех мест, про который я бы мог сказать, что это рай на земле. Вот прям честно. Я просто обожаю, когда нету... Ну как нету, когда вот такая погода, когда не совсем солнечно, когда пасмурно с такими редкими появлениями солнца, вот, когда нету ветра и когда не жарко. Для меня это прямо райская погода, когда рядом ни одной живой души нет, за исключением, допустим, там компаньона твоего напарника или там отца или сына, вот. И когда рыба клеет. Это прям кайф. Как-то четко клюнул, красавчик. Дополнил мою мысль своим появлением. Дохлый, отметался. Сейчас и жрет усиленно. Ну что-то тут мелочь одна. Надо, наверное, еще одно место посетить. Вообще, я сегодня хотел зарисовать структурную карту верховьев этого водохранилища, но получилось, блин, так, как получилось. Получилось порыбачить, а не поработать. Вот. Зачем хотел зарисовать? Зарисовать хотел для того, чтобы можно было зимой рыбачить. Вот. Потому что водохранилище интересное, а зимой выключаются низовья, работают верховья. Вот. И надо знать, где стоит рыба. И прессинг там, как бы, достаточно серьезный на точках, которые очевидны обычным глажем. То есть не с помощью их, а просто как бы там трава, еще что-то. Вот. И поэтому хотелось поглядеть, подводные бугры, там какая-то скрытая трава, коряги, еще что-то такое поискать вот именно на зиму. Вот. Но, наверное, придется сюда еще раз ехать. А сейчас пока поеду, прокачусь еще до одной точки. Вот. Попробую. Может, там есть окуньки покрупнее, чем здесь. Рыба. 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 Р зон открыл поклевок в море рыба разная в основном мелкая но как бы попал и для такой снасти и трофейная так у него попал зачетный такой где-то грамм наверное 500 наверное есть он уже кстати это ведерки что-то ему поплохело еще несколько куньков таких зачетных попалах у меня к вам вопрос есть как вы рыбу сохраняете такую жару чтобы она это ну не превращалась в такую белесую уже как бы на грани того чтобы стухнуть не знаю может какой-нибудь сумку морозильник придумать что ли мы не привожу пока что в общем насладился рыбалкой открыл спиннингово-лодочный сезон чего я вам желаю надеюсь что эта рыбалка и вам также понравилось как и мне я сегодня загорел плечи чешутся вот наверное и ноги тоже обгорели короче классно и витамины d хапнул и закатом насладился и рыбку крупную поймал так что ваш адреналин от адреналина руки тряслись я прошу прощения что сегодня практически весь видос у меня был от груди что-то как-то не было желание снимать да может быть это не профессионально с моей стороны но устал на работе сегодня после суток очень ладно ребят всем не хвостами чеши глядите себя крепкого вам здоровья и увидимся с вами следующих видосов всем пока удачи заедает комары еще забросик вот так вот, когда капюшон надеваешь и сверху кепку, комары вообще не прокусывают а когда просто кепка, тогда через сетку они все равно, зараза, просовывают хобот свой и 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 опаньки у вас чешуя круто прямо в лодке у нас есть и и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok